На линии соприкосновения в зоне АТО продолжают открывать огонь. Согласно информации штаба, за сутки интенсивнее всего стреляли по позициям украинских военных на Донецком направлении. С 18.00 вчерашнего вечера найманцы продолжили неприцельный обстрел наших позиций, переважно на Донецком направлении. С гранатометов и стрелковой оружием они вели огонь по Песках, Марьинске, Красногорске и Авдеевске. Близко 18.00 на Артемийском направлении один раз обстреляли стрелковой оружием в Майорске. Бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады, базирующейся в Песках, сообщают о том, что боевики обстреливают украинские позиции даже в присутствии ОБСЕ. А ночью к рубежам обороны подкрадываются диверсанты. Ситуация достаточно сложная. Обстрелы, стрелковое оружие, гранатометы, и АГС, и СПГ, и РПГ. Иногда по ночам подходят разведгруппы, но так была команда не стрелять, так и молчим. Просто наблюдаем за этим. Подходили, то есть наших замечали, начинали уже их контролировать, но тоже посидели, посидели и ушли. Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы с пулеметов, стрелкового оружия, несколько разрывов гранат было. То есть и были звуки, то есть тоже где-то даже в воздухе, достаточно больших тоже калибров. Напомним, летом прошлого года тактическая группа бригады взяла штурмом недостроенный мост на объездной Донецка и поселок Пески. В Донецкой области на территории трех контрольных пунктов езда-выезда установлены пункты обогрева. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что с 27 ноября пункты обогрева работают в пределах КПВВ Зайцево, Артемовский район, КПВВ Гнутово, Мариуполь и КПВВ Новотроицка, Волновахский район. Пункты работают круглосуточно. В случае необходимости туда может обратиться каждый гражданин, который требует соответствующей помощи, отмечают спасатели. В районе КПВВ Курахова пока не развернут четвертый пункт обогрева, который будет размещен после передислокации обустройства КПВВ на новом определенном государственной пограничной службой месте. Кандидаты, прошедшие в Мариупольский горсовет, рассказали о том, как будут сотрудничать. После объявления результатов экзитпола лидеры избирательного процесса обменялись мнениями о возможном взаимодействии. В частности, главный претендент на мэрское кресло Вадим Бойченко заявил, что готов сотрудничать со всеми политсилами, которые прошли в горсовет. Мы теперь отбросим все политические интриги, спекуляции и займемся работой. В свою очередь, лидер силы людей второй партии, попадающий по результатам экзитпола в горсовет, Максим Бородин, отметил, что его партия не планирует отступать от своих принципов. Если отброс думать, что с нами можно будет договориться, и мы будем играть в какие-то игры, которые игрались долгие годы до этого, то этого не будет. Этого не будет однозначно. Независимо, сколько депутатов у нас сейчас реально пройдет, мы все равно будем заниматься ровно и отстаивать ту же позицию, которую отставили до того, как стали депутатами, как были просто общественные. То есть, в наши принципы позиция меняться не будет. Напомним, местные выборы в Мариуполе и Красноармейске прошли 29 ноября. В Краматорске состоялось заседание круглого стола по теме информационной потребности внутренне перемещенных лиц, как улучшить коммуникацию между властью, переселенцами, волонтерами и СМИ. Заседание состоялось по инициативе Института демократии имени Пылыпа Орлыка и поддержки Интерньюз Европа. На жаль, поряд з тим, що переселенці мають проблеми з житлом, з працевлаштуванням, з соціальними виплатами, ви це краще знаєте за мене, вони також мають проблеми із доступом до інформації. А так само дуже багато переселенців говорять про те, що засоби масової інформації, журналісти, редактори не розуміють їх проблем, не висвітлюють тієї ситуації, яка склалася насправді у суспільстві. І, власне, в цьому переконалися також ми, експерти Институту демократии имени Пылыпа Орлыка. В ході дискусії свій взгляд на ситуацію выразили журналисты і активісты. Локальні СМІ, які тут, на мій взгляд, не должны полностью ударитися і освіщати життя переселенців, тому що тут живуть свої громади, і проблеми свої є, і проблеми переселенців, і вопросы, які рішуються, вони в кожній локальній громаді по-своєму, все поставлено, настроено. Дякую за перегляд!